осенняя пора сезон тыквы предлагаю приготовить тыквенный чизкейк это одно из немногих блюд которые я люблю из тыквы и оно немножко время затратное но получается очень вкусно ну естественно для этого нам потребуется тыква которую надо почистить вынуть семена и натереть на крупной терке нам понадобится 400 грамм очищенной тыквы мы ее засыпаем 100 граммами сахара и оставляем на время чтобы она дала сок покарность мы приготовим тесто возьмем 100 грамм сливочного масла 50 грамм сахара хорошенечко это все перетрем в кремовую массу нам надо добавить одну чайную ложку ванили теперь нам надо разделить два яйца на желтки и белки эту процедуру мы будем проводить в этом пироге три раза так что не удивляйтесь что будет повтор этого кадра и теперь желтки нам надо отправить в тесто а белки оставляем в сторону желтки положили в нашу кремовую массу и хорошенечко перемешали вместе теперь надо просеять 200 грамм муки в наш наше тесто и добавить одну чайную ложку разрыхлителя и хорошенечко вымесить тесто тесто должно получиться не очень сильно крутое но в то же время не должно липнуть к рукам заворачиваем наше тесто в пищевую пленку и отправляем на полчаса в холодильник пока у нас тесто охлаждается мы возьмем 400 грамм рикотты либо мягкого творога и 100 грамм сахара и хорошенько это все перетрем снова разделяем яйца на желтки и белки потребуется два яйца снова желтки отправляем к нашей творожной массе и хорошенечко перемешиваем если хотите можете воспользоваться миксером это как удобно к творожной массе добавляем столовую ложку кукурузного крахмала и опять же хорошенечко взбиваем чтобы не образовались комочки возьмем три белка это два белка которые мы только что отсоединили и один белок который остался из теста и хорошенечко до пиков острых взбиваем эти белки теперь нам надо белки соединить с творожной массой я делаю таким образом я помещаю несколько ложек белков в творог чтобы облегчить немножко и потом этот творог вливаю в белки и хорошенечко перемешиваю белки надо вымесить очень хорошо но тем не менее не затягивайте достаточно быстро процедура должна происходить а вот такая творожная начинка у нас получилась она довольно таки жидкая но это то что нам надо а сейчас займемся тыквенной начинкой мы снова разделим 2 яйца на белки и желтки также нам потребуется цедра одного апельсина старайтесь брать только желтую часть от шкурки наша тыква дала сок немного но все-таки дала и нам надо ее проверить в течение 5 минут чтобы она размягчилась теперь нам надо ее хорошенечко остудить когда тыква остыла нам надо ее пропюрировать добавляем пюре два желтка снова перемешиваем сюда же добавляем цедру нашего апельсина перемешиваем добавим наше пюре столовую ложку кукурузного крахмала снова перебьем чтобы не было комочков и вот такая тыквенная тыквенная пюре получилось отдельной посуде взбиваем три белка яичных опять же взбиваем до очень острых пиков теперь пюре соединяем с яичными белками хорошенечко его вымешиваем старайтесь чтобы у вас по консистенции получилась более-менее одинаковое тыквенное пюре и творожная начинка у меня тыквенное пюре получилось немного густоватое в этом случае можно добавить немного совсем немного апельсинового сока ну и теперь приступаем к сборке нашего тыквенного чизкейка достаем из холодильника тесто раскатываем его в круг по размерам нашей формы у меня форма 26 сантиметров ну это как раз и рассчитано на такую большую форму подравниваем края и теперь по столовой ложке выкладываем творожную и тыквенную начинку но так как я сказал что у меня тыквенная начинка получилось густоватое у меня не получилось таких красивых разводов как они должны были быть но тем не менее в центра формы выкладываем одну за одной ложку тыквы ложку того рога и и вот такой красивый яркий осенний пирог у меня получился слегка потрясем нашу форму чтобы распределился начинка и отправляем в духовку при 180 градусах на час и десять минут вот такой красивый яркий пирог у меня получился по традиции присыплю его сахарной пудрой и пирог готов я надеюсь вам понравился рецепт я надеюсь у вас пирог вышел красивее моего и всем желаю приятного аппетита и прощаюсь вами до следующего вкусного пирога и